Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Христос Воскресе! Сегодня мы заканчиваем чтение книги «Второзаконие» и в главе последней, в этой книге, 34 глава, излагается то, что Моисей оканчивает свою жизнь, его миссия завершена, его дело, оно исполнено, исполнено максимально успешно, и Бог нашел в Моисее очень такого нужного человека, который как все и надо, так все и делал, но у всего есть начало и конец, и то же самое касается и жизни этого божьего избранника, и божьего друга, и божьего собеседника, и великого пророка Моисея. Поэтому наша сегодняшняя глава, она рассказывает именно об этом, о том, как окончилась жизнь пророка Моисея. Эта глава давно вызывала некоторое такое недоумение или такое некоторое смущение у разных внимательных читателей книги «Второзаконие», потому что, как мы считаем, как мы знаем, как мы, традиции нас этому учат, автором всего пяти книжья является Моисей. При этом, при всем, в этой главе о Моисее идет речь в третьем лице. То есть, Моисей умер, Моисей взошел, Моисей поднялся, Моисей был и так далее. То есть, уж точно получается, что глава наша, сегодняшняя, является написанной кем-то другим, нежели Моисей, автор, вот условный автор всего пяти книжья, всей Торы. А кроме того, как мы уже поняли, я вам на это обращал всегда внимание, иногда, довольно часто, речь идет о Моисее в третьем лице и в предшествующих главах. И все это нас подводит к мысли о том, что история формирования этого комплекса текстов является довольно сложной. И Моисей может быть назван лишь родоначальником, основателем этой традиции, которая однажды, в гораздо поздние времена, привела к появлению дошедшего до нас сборника из пяти книг, которые называются сейчас «Пятикнижья Моисея», «Пятикнижья Моисеева». Итак, читаем главу 34, в которой рассказывается о грустном событии, о том, что Моисей, он оказался погребен, он умер, и вот могила даже нам его, и древним она была неизвестна. Читаем и комментируем. «Моисей поднялся с Моавской равнины на гору Нево, на гору Фазга, которая напротив Иерихона, и Господь показал ему всю страну Галаат до самого Дана. Всю землю Нефалима, землю Ефрема и Моносии, всю землю Иуда, это Западного моря, и Негов, и долину Низину и Иерихона, города Пальма, до самого Цуара. И сказал Господь, вот страна, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, что отдам ее их потомкам, я показал ее тебе, но ты не войдешь в нее. Вот, очень такая трогательная картина. «Моисей поднимается на гору, и как будто бы Бог открывает ему все какие-то регионы этой местности, все какие-то ущелья, какие-то закутки, и Моисей своим духовным пророческим взором как будто бы осматривает всю эту землю. Вот. Все горы, все реки, их там немного, впрочем, все равнины, ущелья, ручьи, родники, все дано вот Моисею, чтобы он все это оглядел. И это очень большое утешение, потому что твоя миссия исполнена, значит, ты привел народ к Иордану, дальше действуют будут другие, и другие места твоим ученикам, твоим преемникам. У тебя есть хороший ученик Иисус Навин, Ишуа Бен-Нун, пускай он занимается этим. И умер Моисей, раб Господа в Моаве, как сказал Господь. Вот в Моаве, в За-Иордании, к востоку от Палестины, от Ханаана, где-то вот и умер, скончался Моисей. Он был похоронен в долине, в Моаве, близ Бет-Пеора, и по сей день никому неизвестно, где его могила. Вот очень такой факт примечательный, потому что есть могилы, известны были могилы и Давида, и працев, и вот эти места они почитались, но место, где был похоронен Моисей, неизвестно. И вот есть разные догадки, почему так, почему никому неизвестно было в древности уже место его захоронения. Самая догадка, наверное, правдоподобная такая, что неизвестно было это место, потому что иначе, если было бы известно, там был бы целый культ, и объектом этого культа был бы Моисей, ему бы служили, да, а все это является, конечно же, чем-то криминальным с точки зрения понятия о уместном, о благочестивом, нормативном, которые присутствуют в Ветхом Завете. 120 лет было Моисею, когда он умер. Зрение его не ослабело, и сила его не убывала до самой смерти. Это очень важное замечание, показывающее то, что он умер не потому, что он должен был умереть, он мог бы еще жить, а потому что такая была воля Бога. Жизнь – это есть то, чем управляет Бог, и больше никто, ни биология, ни какие-то процессы, ни вирусы. Бог управляет жизнью и смертью. Сыны Израилевы оплакивали Моисея на Моавской равнине тридцать дней, и истек срок погребального плача по Моисею. Иисус Новин был исполнен духом мудрости, ибо Моисей возложил на него руки. Слушаясь Иисуса, сыны Израилевы исполняли то, что повелел Господь через Моисея. У Моисея есть преемник, он был его спутником, долгое время был его правой рукой, это Иисус Новин, и он оказывается тем, кто ведет племена колена Израилевы завоевывать регион под названием Ханаан. С тех пор не было среди сынов Израилевых пророка равного Моисею, ведь с ним Господь говорил лицом к лицу. Какие знамения и чудеса совершил он по воле Господа в Египте, что сделал он с фараоном, с его рабами, со всей его стороной. Такое вот, такое некоторое лаконичное, но очень такое торжественное замечание. Какое могущество, какие великие страшные дела явил Моисей на глазах у всего Израиля. В конце стоит знак восклицания. Это такое вот некоторое восхищение, вздох удивления, такой лаконичный, такой очень строгий понедельник, потому что все самое главное сказано здесь. Что может быть в этих трех стихах? Что может быть потому, что выше, торжественнее или как-то весомее, чем право или опыт говорить с Богом лицом к лицу? Не в видениях, не в каких-то жребиях, не в каких-то гаданиях, лицом к лицу. У Моисея была такая привилегия, был такой дар, такая возможность, и в силу этого он называется иногда другом. Он и раб Бога, он и посланник Бога, он пророк Бога, но он еще называется друг Бога. И в этом отношении, конечно же, традиция иудейская, традиция иудейстическая и традиция христианская тоже, впрочем, может быть названа традицией, восходящей к Моисею, как очень важному элементу, очень важной фигуре всего этого процесса, священной истории. Дорогие друзья, книга прочтена, главы истолкованы. Самое главное, что есть в этих текстах, мы с вами попытались открыть, прокомментировать, увидеть, порадоваться, углубиться. Иногда нас эти тексты шокировали, бывают нас они вдохновляли, радовали, обличали наши стереотипные представления о том, что закон это есть нечто такое сухое, ритуалистичное, занудное. Они были, эти стереотипы, развеяны. Закон имеет своей целью сделать обитание людей местом братства, справедливости, взаимной заботы и дружбы, и даже любви. И в этом отношении есть огромный новозаветный потенциал во всем комплексе законов, которые называются законами Моисеева. Дорогие друзья, слава богу, книга прочтена и прокомментирована. Спасибо за внимание. Нашим партнером был портал exode.ru. Всего хорошего. Из Петербурга. Священник Алексей Волчков.